Специалисты выделяют несколько факторов обмеления Урала. Один из таких – недостаточное питание реки, которое складывается из подземных сточных вод и талой воды. Но на долю подземных рек приходится около 4%. Да и те становятся все меньше, отмечают местные геологи. Основным источником пополнения реки Урал является снежный покров, на долю которого приходится более 80% годового стока. Пополнение происходит исключительно в период весеннего стеготаяния. Несмотря на то, что этот год был снежный, нам казалось, что будет наполнение хорошее, оказалось, что удельный вес снега, он очень маленький. Мы в стаканчик набивали снег, оказывалось 5 мм всего влажности от этого стаканчика остается. Это очень рыхлый, пороховатый снег. Он лег на очень сухую землю, а соответственно совершенно моментально был впитан. Также одним из факторов эксперты называют засушливое лето с низким количеством осадков. А кто-то во всем винит Ириклинское водохранилище. Дескать, не сбрасывают воду в должном объеме. На сегодняшний день в Ириклинское водохранилище 6,5 кубометров в секунду воды приходит и 15 кубометров срабатывается. То есть в два с лишним раза сейчас срабатывается больше воды, чем могло быть вообще, если бы не существовало Ириклинское водохранилище, к примеру. Там тоже у них сельскохозяйственная деятельность переводит воду в элементы урожая. То есть куда воду деть? На получение урожая или сбросить? Сделал эти подпорные стенки. Стоимость их незначительная. Если у нас стоит вот эта вот система, как известно там из печати, порядка около миллиарда рублей, то потратим из 7-8, может быть максимум 10 миллионов, мы получим подъем уровнем на 1,5-2 метра. Мало воды не только в Урале. В этом году такая же ситуация наблюдается во многих районах Оренбургской области. Так река Соленая возле села Кардаилово и Лекского района превратилась в болото. Виновниками этого происшествия местные жители называют фермеров. Стоят 7 насосов, сейчас идет дождик, они не выключаются. С каждым днем воды все меньше и меньше. Это просто ужас какой-то. Вот вы видите на видео, как она быстро падает. Вот они насосы. Вон, вон, вон их просто куча. Из-за обмеления рек течение становится все слабее, что создает благополучную среду для образования тины. Цветению Урала сопутствует и его активное загрязнение. Это городская ливневая канализация. Вот эта труба идет с города диаметром 600 миллиметров. После дождя, после всяких помывок в городе, все сбрасывается сюда. Вот можете посмотреть, что творится. Все купаются в антисанитарийных условиях. Из-за образовавшейся тины страдают не только посетители пляжа. В первую очередь такая флора служит препятствием к размножению рыбы. В Оренбурге есть активисты, которые стараются регулярно очищать воду реки. Я пришел на берег, начал просто убирать руками тину немного. Убирал ее фанерой, убирал ее граблями. Потом стали приходить люди. Я не знал, что это выльется в два месяца. Несмотря на болезнь, вот Дима, Дима Багров, он это, даже несмотря на свою болезнь, он все равно приходит, по крайней мере, мишки нам помогать доставать. Но он это делает, в отличие от нашей администрации. Пока ситуация с Уралом кажется патовой. Экологи считают, что решение проблемы лежит только в плотном сотрудничестве с правительством Башкирии, Челябинска и других уральских регионов. Валерия Шарова, Федор Бородатский, Городской телеканал ЮТВ.